Равносторонний треугольник. И на его сторонах рисуем равносторонние треугольники, которые по площади в 4 раза меньше, а по линейным размерам в 2 раза меньше. А дальше проводим вот такие вот отрезки. Задача. Докажите, что мы сторону большого треугольника разрезали на равные части. И здесь то же самое. Докажите, что вот эти три зеленых отрезка равны. Повторяю, взяли равносторонний треугольник. На его сторонах вот так вот нарисовали равносторонние треугольники. Эти прямые параллельны. Какие? Да. Значит, этот угол равен этому углу. Это все знают. Дай такую тярьму. Если у нас есть две параллельные прямые, это очень важный факт, то вот этот угол обязательно равен этому. Если вот эта прямая параллельная треугольник. Да, согласен. Значит, если такой прямой большой треугольник делится, эта сторона большого треугольника делится в каком-либо отношении, то для маленького треугольника она будет делиться в том же отношении. Ну, это как-то сложно объяснить. Хорошо, дальше. Значит, пусть эта часть стороны равна х. Ой, все, все легче. Дело в том, что он уже решил, садитесь. Он уже решил задачу, но собирается нас еще долго-долго, как Моисей водить. Смотрите, и поймите, что все очевидно. Господа, смотрите. Вот у нас здесь 60 градусов, правильно? Это понятно или нет, что здесь 60 градусов? Это угол, да? У нас и здесь 60 градусов, потому что это угол вот этого равносторонного треугольника. Дайте мне заштриховать вот этот треугольник и вот этот. Они же подобные. У них одинаковые углы. Вот это 60 и тут 60. Этот угол такой же, как там. А эти вертикальные, понимаете? Хотя, на самом деле, когда треугольники, достаточно две пары углов, потому что вы же знаете, что в треугольнике сумма углов 180, поэтому если один угол равен, и другой угол тоже равен, то про третий можно уже не беспокоиться. И вот, эти треугольники подобны. А теперь вопрос, с каким коэффициентом? Ответ. С тем, как вот это относится к этому. А как оно относится? Один к двум. Один к двум вообще. Один к двум. Значит, вот этот отрезочек в два раза меньше этого. Поняли? Но это все слишком сложно. Даже это решение слишком сложно. Посмотрите немножко на этот чертеж. На самом деле, вот это вот подобие было абсолютно не нужно. И равенство этих углов, это все от лукава, ребят. Ситуация гораздо проще и гораздо красивее. То есть, дополнительное построение полезно сделать, но не такое сложное. и рассуждение будет проще. Подсказка. Доказывать, что вот эти отрезки равны. Давайте я вам отдельно чертежно рисую. Представьте себе, что у вас есть три одинаковых отрезка и точка. Тогда, когда вы проведете прямую, то если вы параллельно проводите, и из этих точек проводите лучи, то здесь тоже будут одинаковые отрезки. Если вот эти вот были одинаковые, то эти будут одинаковые. И наоборот, если здесь будут одинаковые, то и здесь одинаковые. То есть, когда вы на какой-то прямой изучаете вопрос, на самом деле, можно то же самое делать на любой параллельной прямой. Так вот, найдите здесь такую прямую, для которой это будет очевидно. Абсолютно верно. Надо нарисовать вот такие вот равносторонние треугольники. И какие же три отрезка равны? Только собой чертеж не сгораживайте, пожалуйста. Конечно. Вот действительно, этот, этот и этот отрезки, это же все стороны таких вот одинаковых правильных треугольников. Значит, они равны. А если они три равны, значит, и эти тоже равны. Понимаете? Это вот то, что я сейчас только что рисовал. Убедил? Убедил. Отлично.